Ну что, вторая заключительная часть по Гранд Старуксу Евроштом. Сразу для особо одаренных, тех, кто пишут там в комментариях, что попал песок и теперь нужно гильзовать. Ребятки, вы даже понятия не имеете, из чего он сделан и что там будет какая-то царапина. Жаль, что я не смог. Сегодня воскресенье, и оператор у нас отдыхал. Сборка на воскресенье, поэтому закрыл я ее уже, все там вычистил, все идеально, все почистил. Дело в том, что смотрите, все, абсолютно все мотористы чистят блоки, чистят головки. Вот такой маленькой болгарочкой, на которой стоит вот такая металлическая щетка. На бешеных оборотах, вот, это прям идеальный быстрый способ вычтить. Так вот, вот эта даже болгарочка не способна снести там хон или нанести какие-то царапины. Не то, что, то есть рукой я там снял песок и как там пишут, ну все, теперь мотор не будет ходить, надо гильзовать. Ребятки, если вы не разбираетесь, не пишите ничего, пожалуйста. Так, перейдем к делу, перейдем к делу. По радиаторам, радиаторы, немного было грязи, 47 тысяч, как бы, ну, откуда ей там взяться, да? Да, была грязь, радиаторы я помыл, почистил, вот они у нас стоят здесь. Второе. Водяной насос снимали, там все прям вообще шикарно, идеально. В системе охлаждения тоже все идеально, все чистенько, вопросов нет. По термостату, смотрите. У нас есть вот такой первый термостат, 0,10. Этот термостат на 82 градуса. На 82 градуса, то есть я все-таки уперся сперва в термостат, но провел тут все расследование. Этот термостат, он устанавливался у нас на D4CB, на двигатель. С 2002 по 2007 год, это у нас Евро-3, это Hyundai Starx, это Kia Sorento первая. Туда же шел, допустим, портера еще нет, портера не было. Вот он у нас, и получается, вот он, 82 градуса. 82 градуса. Потом этот же корпус термостата и этот же термостат стали использовать дальше. Я не знаю, насколько, кто, чего, я отталкиваюсь только чисто от своей практики. Потом он пошел, его стали ставить на второй портер, который у нас 126 лошадиных сил. Стали ставить на рестайлинг Sorento BEL, то есть на все D4CB, которые шли с 2008 по 2011 год, то есть Евро-4. То есть там стоит точно такой же термостат. И проскакивала такая проблема, люди, которые проживающие в северных регионах, они говорили, что на Grand Starx все было прекрасно, но в зимний период, когда холодно, на задний отопитель, вот они именно в систему контур, то есть на заднюю печку, они врезали насосик для большей циркуляции. Якобы печка плохо дул. Так вот, Евро-5 Гранд Старкс пошел, который с 12-го года, прям, ну, можно сказать, с 13-го пусть, да, там, начало 13-го года пошел у нас Евро-5, он у нас шел по 16-й год, с 12-го по 16-й год, с топливными форсунками Делфи. Так вот, у него, я ездил на таком же, у него стоит вот такой, 4А700. Так, и я даже внимания не обращал, я говорю, вот сейчас стал увлекать просто, не обращал внимания, у него стоит точно такой же термостат, но термостат стоит на 88 градусов, то есть и уже в этом Grand Starx, то есть даже я, когда езжу зимой, то есть проблем с печкой нету, то есть там не надо ставить дополнительные насосики, то есть проблем нету. В Евро-5, видимо, подняли, и все стало работать, все стало лучше. Вот, то есть, получается, с 12-го по 16-й год на Евро-5 у нас тоже устанавливался 88 градусов, но его также можно поставить. И в Евро-4, вот он, то есть он один в один, то есть, вот. Его можно поставить туда же. И у нас здесь получается в Евро-6, что вытащили, 88, ну, конечно, мне кажется, многовато 88, я думал, что в Евро-5 будет 85 или что-нибудь такое, то есть не вдавался никогда в этот вопрос особо. То есть, обычно вытаскиваешь термостат, нагреваешь, засовываешь манометр, нагреваешь водичку, проверяешь, что он открывается, закрывается, и все, как бы. Может быть, и смотрел, сколько градусов, но не вникал особо. И в Евро-6 он тоже 88, точно такой же, как в Евро-5. Я думал сделать момент, смотрите, получается, вот он у нас, опять же, с 2002 по 2016 год, вот у нас фитинг корпуса термостата, и вот он, сам корпус термостата. То есть, у нас термостат вставляется в сам фитинг, вот он. А корпусом и прижимается к корпусу. А в Евро-6 уже наоборот. То есть, здесь, видите, фаски нет. То есть, корпусом термостата, то есть, именно, куда он вставляется, является сам. То есть, уже корпус, вот он у нас туда заходит. И то есть, поставить там Евро-3 или какой-то Евро-4, 5 мы не можем туда. Потому что он заходит уже с резиночкой, точно такой же, но заходит туда. Как вариант, если кто-то захочет, допустим, то можно поставить на 82 градуса, но вам придется взять вот такую штуку. То есть, они идентичны. То есть, корпус одинаковый, что тот, что вот этот. То есть, они шли с 2002 по 2016, все одно и то же. Вот он опять же, смотрите, фитинг сам один в один. То есть, ничего, нет разницы. Можно, можно поставить на 82 градуса, как вариант попробовать. Но придется вот этот, с Евро-4, с Евро-5 Грандстаркса, вот эту штуку полностью весь корпус менять. И тогда уже мы сможем поставить термостат. То есть, если у нас в Евро-5 Грандстарксе, который шел с 12 по 16, проблемы с перегревом в головке нет. То есть, вот у меня, допустим, 320 тысяч, проблем нет никаких. То есть, ну и не жалуются особо люди. Термостат у нас тот же, что в Евро-6, что, то есть, именно по температуре открытия одно и то же. Значит, если проблема и есть у этого двигателя под циркуляцией, то она точно не в термостате. Не, ну может быть там, не знаю, может болты какие-то стали использовать. Прокладка та же, что в Евро-5 шла. То, что у нас были ослаблены болты и мы видели на прокладке, то, что были ослаблены по впуску, тут не сказать, что это можно, допустим, не дотянуто с завода. Дело в том, что, когда двигатель перегревается, расширяется головка, отталкивается от блока, растягивает болты и при остывании болты потом при откручивании становятся слабые. Поэтому сказать, что они были откручены, ну это ничего не сказать. Есть еще, то есть, в Евро-6 уже стоит мочевина. И на форсунку мочевины они сделали обогрев. Допустим, уже он там не электрический, а антифризный. Вот он, получается, от общей трубки, он там сзади заходит. Вот они, там две трубочки уходят внизу. И они у нас уходят на форсунку. И вот она здесь тоже. Вот он шланчик этот. Вот он маленький шланчик, то есть, он здесь тоже выходит. Не знаю, может быть, каким-то образом он сбивает всю циркуляцию. Потому что вот здесь они тоже на клапане EGR намудрили, накрутили. То есть, здесь тоже целая куча трубочек. Вот, тогда в охлаждении EGR может быть малый круг и где-то теперь стал не докручивать. Может быть, не хватает из-за мочевин. Не знаю, будем смотреть, как вообще развиваться будет в целом вся эта обстановка. Будут ли они приезжать чаще, будет ли это прям на самом деле проблема. А если даже она и есть, то либо мы ее найдем, увидим, либо она нам сама как бы покажет, где и как. Ну вот, в целом, как-то так. То есть, все, что смог, я тут поискал, покопался, поковырялся. И, как пишут многие люди, что EUR6 это прям проблема, перегрев. Ну, как бы вот чего-то явного я тут не нашел. Также в головке каналы под охлаждение рубашка не изменили точно так же, как в EUR5. Если, допустим, в D4CB, там, в первой, в EUR3 была очень большая просторная рубашка в головках охлаждения, и она ходит долго, то в EUR4 ее уже уменьшили каналы, и в EUR4 ходит меньше головка. Охлаждается плохо, там прям визуально явно видно, что, то есть, там проблема есть. То здесь, здесь, то есть, ничего я не увидел ни по каналам охлаждения, нигде. Все. Единственное, что они добавили в EUR6, то есть, проблема у нас в EUR5 с таким же термостатом, с такой же помпой, с таким же теплообменником, проблемы нет. А здесь, якобы, говорят, что она есть в EUR6. И в EUR6 единственное, что добавили, это только охлаждение, обогрев, обогрев форсунки, мочевины. Все. То есть, все остальное один в один. Ничего не изменилось. Так, ну что, тут у нас будет обратная сборка. Сейчас еще будет третий момент затяжки. У нас получается 49, 120 и 90. Просто в три этапа затягивается. Здесь, в отличие от EUR5 и EUR4, снять головку с впускным коллектором не получится. Потому что, первое, у нас мешается очень сильно корпус клапана EGR. Это первое. И второе, он полноприводный. Все полноприводные, мотор стоит выше. И, то есть, снять вакуумный насос, прикрутить вакуумный насос или сделать какие-то действия не получается. То есть, мы не можем вытащить корпус клапана EGR, потому что он упирается в коллектор. Не можем снять вакуумный насос, потому что нам мешает коллектор. То есть, ну и вот так. Если, допустим, в старых, в грандстароксах все это просто, вокруг откинул и скинул, то здесь вот цепочка. То есть, сейчас мне нужно взять корпус клапана EGR с теплообменником, вот он, воздушным. Его нужно туда засунуть, положить сперва. Не, ну можно, конечно, снять мотор. Все это будет проще. Ну, для тех, кто на месте, если это делает, придется вот выкруживать как-то так. То есть, вот сейчас мы его ложим сюда. Он у нас здесь лежит на патрубке и на стартере. Потом мы ставим коллектор пускной. А, сейчас мы дотягиваем головку, прикручиваем вакуумный насос, прикручиваем опору для подъема двигателя, только потом ставим, устанавливаем коллектор. Коллектор установили, потом вставляем уже корпус. И вот такая получается мозаика. Ну да, я надеялся, что что-то найду, но, то есть, ничего, к сожалению, не нашел. Соберем сейчас, запустим и все расскажем. А, кстати, вот по форсуночкам. Смотрите, еще момент. Так, это у нас, какой был, 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 был? Так, это у нас евро стоит, и мы сейчас все прикрутим назад. 82-й. Это сейчас просто надо нам положить на место, все это отдать на склад. На складе взяли термостаты. Все термостаты есть в наличии. Форсунки все почистил, новые колечки, брызнул медной температурной смазкой, так как у нас здесь цельная шахта. Обязательно чистим вот здесь, в постели распредвалов, то есть, чистим каналы, потому что от песка вычищаем. Датчик тоже был забит. Помыл, подготовил в целом все, все топливные трубки все продул. Запчасти помыл, подготовил, осталось только собрать. Ну и, в принципе, все. По рокерам, гидрокомпенсаторам, везде. Ну, как бы на пробеге 47 тысяч, ну, грех тут сломаться чему-то. То есть, здесь проблем вообще никаких нет. Поэтому собираем, заводим. Заводить будем прям так, без радиатора. Кольцуем, напомню вам, уже это неоднократно было. То есть, кольцуем коробку, и мотор можем запустить. Будет работать. То есть, охлаждение нам на, допустим, первое время, там, работа минута-две, ничего не изменит, то есть, ничего страшного. Так, ну, смотрите, сколотил я, скомплектовал. Сейчас у нас рокера с гидрокомпенсаторами поставили. Здесь все проверяли хорошо. Сейчас маслицем все промажем. Сейчас у нас будет устанавливаться постель распредвалов. На игольчатый подшипник, ну, прям немного, не надо здесь. Потому что мы все равно будем его крутить, прокачивать. Здесь также на Евро-6 будем с помощью диагностики прокачивать топливную систему. Это то, что все покажем. Здесь, как в Евро-5, не надо газовать, не надо там что-то снимать, ну, такие моменты. То есть, прокачивать будем. У нас подкачной насос электрический уже в баке, поэтому будем через диагностику прокачивать всю топливную систему. И потом уже. Так, смотрите, вот у нас прокладка ГБЦ нижняя. Вот так она выглядит. Смотрите, какая штучка. То есть, ее обязательно меняем. Я много раз сталкивался, когда люди приезжали. Я видел ее и сверху, и сбоку, и где только люди ее не совали. Вот она у нас новая. Она же является как раз-то сальником от пыли топливной форсунки. Вот сейчас, смотрите, я протру специальную форсунку. Вот, допустим. Она же защищает у нас от пыли. Вот так форсунка стоит. Все уперло. Масло, чтобы не попало. То есть, она перекрывает между постелью. А вот здесь уже защиты никакой нет. То есть, если у форсунки Делфи в Европятой есть такая фасочка, в которую я вставляю Евро-четвертое кольцо с топливной форсунки, с Бошевской. Вот, наверное, все видели, вот такая коричневая, да, там на Бошевский форсунок. Снизу шайба и колечко. И вот это колечко я ставлю на Европятую. То есть, и получается у нас вот здесь основной песок скапливается, тяжело вытаскивать. И там есть такая фаска, и я ее ставлю повыше, и вроде как работает. Потому что после этого уже неоднократно снимал потом людям, и все было в порядке. Но вот в Евро-6, к сожалению, этого нет. Даже вот она в постели. То есть, видите, она... Вот там углубление, идем сюда. Внизу углубление, вот оно и есть. И то есть, вот эта вся полость, она ничем не защищена. То есть, вообще просто дырка. То есть, вот там, внизу, от самой прокладки, вот от этой прокладки и до самого верха, то есть до конца клапанной крышки у нас там скапливается греть, песок и всякая гадость. Закидываем в саму постель. Вот, постелька у нас получается, смотрите, если там она садится плотно, то здесь, на этой прокладке, она немного играет. То есть, вот мы ее поставили, и она вот так ходит. Если у кого-то сомнение, что она там не села или что-то плохо, это неправда. То есть, так и должно быть. У нас вот эта прокладка, как раз-то при затяжке бугеля, распредвала, она притягивает, садится. То есть, так должно быть. Сможно, кто-то распредвал мажет. Здесь, кстати, уже бугеля, видите, широкие идут. То есть, здесь, так же, как на евро, 3, 4 и 5. То есть, широкие, 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 а дальше идут узенькие. И постель распредвалов, так же они усилили, вот этой перемычкой. Не знаю, что это DAS, конечно, как это будет вообще играть какую-то роль там. Не знаю. Двигатель, двигатель с проворачиванием. То есть, я обычно проворачиваю против часовой стрелки. Вот у нас метка здесь. Где она так? Вот у нас, допустим, метка. Вот он, зубчик. И смотрит он у нас вот сюда. То есть, там уже на самой крышке, на той. Вот, пусть будет на этот болт, когда она смотрит. А здесь она выглядит вот в виде язычка. Вот он, язычок. То есть, вот сюда она стоит. Ну, то есть, на болт. Будет совпадать. Вот как бы разберемся. Тут метки те же самые. То есть, метки те же самые, что 20 лет назад на двигателе D4CB. То есть, не перепутайте. Что с нижней, что с верхней. Все одно и то же. Ничего не изменилось абсолютно. Поэтому, чтобы... Сейчас нам нужно собрать газораспределительный механизм. Надо будет собрать. Нам надо будет покрутить, посмотреть, как ходят клапана. Ничего не щелкает, чтобы не закусывали распредвалы. То есть, при затяжке. Поэтому против часовой отвели, чтобы поршень не ушел вниз. Чуть-чуть. То есть, первого и четвертого цилиндра. И потом уже затягиваем. Так, распредвал у нас. Первый пошел. Я всегда ставлю, получается, вот он меткой, шпонкой наверх. Не знаю, у меня так как бы. Потому что это... Я считаю, что это идеальный вариант для того, чтобы он глубже сел в постель. То есть, к примеру, мы проворачиваем его. Ну, вот здесь тоже, да. Но в целом, то есть, он вот... Видите, как пляшет. А если мы ставим именно под первым цилиндром, это самый оптимальный вариант. Чтобы он стоял жестче. Также распредвал весь. То есть, рабочая часть уже на распредвалу, получается, на дальних бугелях, она у нас поменьше стала. Еще один есть момент. Если у вас здесь все чистенько и хорошо, не хотите испачкать мотор, в вакуумном насосе осталось масло. В любом случае оно осталось. И когда мы будем проверять, крутить ключом газораспределительный механизм, насос будет плеваться остатками масла. И он будет выбраскиваться, вот и испачкать здесь бугель. Поэтому тряпочку я обычно туда кладу, закрываю, чтобы он оттуда не выкидывал. То есть, сейчас бугель поставим и вот так я закрываю его. Ну, особо не вталкивайте, а то его намотает вашу тряпочку. Бугеля не путаем. На каждом бугеле есть направление, есть буковка впуск-выпуск и какой бугель стоит по счету. То есть, в принципе, можно вообще высыпать в одну коробку и вы не перепутаете. На каждом бугеле все написано. Единственное, что вот на впускном, последнем, то есть пятом бугеле есть направление. Они не пишут, что он пятый или четвертый. Допустим, здесь вот у нас есть, а на том нет. Когда вакуумный насос, опять же, затягиваем, как и во всех D4CB, то есть прижимаем в ту сторону. То есть, сперва прижимаем вот так вот и наживляем эти болты. Только потом все остальное. Потому что, чтобы вот эта муфта вакуумного насоса совпала. Я видел, снимал и распредвал гнутый, и отломанная муфта вакуумного насоса. То есть, такие вещи. Много раз видел. То есть, вот распредвал туда прижали рукой и наживляем последний. Потом уже все остальное. Ну и как бы затягиваем уже потом. Можете, не знаю, в шахматном порядке, как хотите, в принципе. Ну, не нужно затягивать на гляк. Потому что, не знаю, может лопнуть, сломать что-нибудь, бугель, еще что-то. То есть, все болты наживили, только потом уже. Я это сделал сто раз, поэтому... Так как крутить очень много, я это делаю гайковертом. Ставлю на самую низкую мощность. Это первое. Второе. То есть, я не затягиваю, я просто подтягиваю болты. И аккуратно, прям еле-еле. Просто, чтобы много не крутить. Динамо ключом для маленькой 1,4 я уже тоже не пользуюсь. Потому что, как бы, рука уже набита давно. Маленькая трещоточка, прям вообще супер. То есть, это прям максималка. Сейчас просто совсем чуть-чуть слегонца, чтобы почувствовали, что она села. И как бы прекращаем затягивать. Спера покрутим без полной нагрузки распредвалы. А потом уже под полной нагрузкой, когда затянем. Ставим шестерни, наживляем болты. И будем сейчас проворачивать. И смотреть, как все здесь работает. Как крутится, как вращается. Сразу, если чувствуем усилие, в нагляк не крутим. Вот. Все прям свободненько отскакивает. Должен быть свободный. Вот это. Вон оно, грязное масло, видите, на тряпочке. Которое сейчас бы выскочило и забрызгивало бы здесь. Все, что я только чистил и мыл. Так, следующий. И так же смотрим, как работают именно рокера. То есть полусилия они ходят. Бывает, что перекашивает его. Стоит он неровно. Все. И потом уже контрольный затяжка. Вырвать я не знаю. Здесь как бы можно, конечно, вырвать. Но во многих видео я говорил, что при затяжке болта, то есть сразу первое, что чувствуется, что болт уперся, встал. И дальше только что-то страшное случится. Вот и все. Почувствовал, что он перестал крутиться. Все. Здесь у нас на бугелях, я уже не помню, что-то от 1,1 до 1,3 килограмма. То есть болт затягивается. Так. Все, еще раз контрольный прокручиваем. Сразу выставляем метку. Так, вот этот ключик на 30. Он останется здесь. То есть мы будем фиксировать им распредвалы. То есть, и... Во-первых, мне надо сейчас сорвать. То есть обратно. Подтянулись у нас гаечки. После замены цепи ГРМ были случаи, привозили машину на эвакуаторе, что машина ехала и заглохла. И неоднократно, десятки раз сталкивался с тем, что люди забывали затянуть болт распредвала. То есть, что происходило? Болт откручивался, шестерня вот так выскакивала и просто проворачивалась. Ну, бывали плохие случаи, когда обламывало в понку распредвала. И это самое страшное. Так, смотрите, все. Финальная стадия по Гранд Старксу. Разъемчики, смотрите, я уже одел сейчас. Сейчас будем частично, можно сказать, прокачивать, удалять воздух из системы. Все собрали, как в любом Гранд Старксе, в любом дизеле. Разъемчики не одеваем, можно отсоединить майн-реле, но это будет немножко неправильно. И прокачиваем, то есть, крутим стартером и прокачиваем гидронатяжитель. Распредвалы, то есть, чтобы везде в постель распредвалов гидрокомпинсатора попало масло. То есть, не боимся, крутим стартером, ничего не случится. Промазали, потом одеваем разъемчики. Форсунки топливные. Если у вас нет необходимого оборудования для того, чтобы их прописать, то есть, все форсунки, которые прописываются, лучше пометить. Во-первых, и вам будет легче, проще. То есть, первая, вторая, третья, четвертая. И потом просто ставим на свое место, заводим, и все, ничего не надо делать. Здесь заводам не предусмотрена система удаления воздуха из системы. Вот, допустим, если всегда она бывает в специальных функциях. То есть, во многих сейчас машинах, это Santa Fe, Sorento, то есть, нажимаем на кнопочку, и он все чищает, удаляет. И те, кто говорят, можно там перемкнуть насос или что-то такое, это неправильно. Дело в том, что когда мы включаем систему удаления воздуха, вы просто включаете насос, как я сейчас буду делать здесь. Вот. И мы только частично убираем. А когда при включении системы, то есть, он открывает регулятор, открывает дозирующий клапан на ТНВД на всю, на полную, чтобы быстро и эффективно удалить воздух из системы. А если мы просто включаем насос, он просто доходит, упирается, и это не совсем эффективно. И то есть, здесь вот мы видим, здесь у нас специальные функции, то есть, есть прописка топливных форсунок, есть адаптация, обучение, то есть, кто как называет. Называет. Переходим в тестирование привода, и здесь есть запуск подкачного насоса. Активация. Реле, то есть, это для теста, для проверки, вообще работает он или нет, включается. Регулировка. Реле, топливо, прокачивающий насос. И запускаем. Ну, там щелкнуло реле, и здесь вот слышим шум и свист, как уходит в воздух. Да, 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 везде прям слышно, как уходит. Так, мы сделаем раза три. То есть, это не совсем эффективно, но так как здесь отсутствует нормальная система удаления, это будет хоть что-то. Потому что мы топливный фильтр снимали, все прям разбирались полностью. Так, и еще разочек. Опять же, в машинах, вот по прокачке, если в старых моделях у нас по удалению воздуха дается 30 секунд, и бывает их не хватает, этих 30 секунд, то сейчас в новых моделях, уже современных машинах, там 20-21 года, мы включаем кнопочку на удаление, и он сам, то есть, пока не удалит, пока не увидит, что появилось нужное давление, то есть, он ее не отключит. То есть, прокачивать он может 30 секунд или минуту, две, то есть, пока не удалит весь воздух, и сам отключается уже. Так, все, это глушим, отключаем. Дальше проверяем, нет ли у нас ошибочек. Ошибка у нас только одна, это по вот этому разъемчику, жалуется он у нас отсутствие панели передней, то есть, датчик. Так, следующее, что еще? Мотор, то есть, когда мы поставили цепи, покрутили ключом отдельно, потом поставили форсунки, прокрутили, прокачали масло еще раз, и все. Заводим. То есть, еще раз все проверили, что все поставили, все на местах, и заводим. Все, теперь наша задача сделать осмотр, то есть, те узлы, которые мы снимали, то есть, может быть, где-то плохо села трубка, то есть, не знаю, может, забыли что-то прикрутить. То есть, все, проверяем, главное, чтобы не осталось болтов. Здесь у нас сейчас все работает, то есть, соберем, скомпонуем полностью. Вот, сейчас, смотрите, еще такой момент, вот он наш пробег 47 856. Смотрите, мы вы видели, что датчик давления надува, MAP в пустом коллекторе, был забит на глухую, был забит коллектор, были забиты каналы в головке блок цилиндров. Смотрите, сейчас я не смотрел, но я могу предположить, что экология, скорее всего, сажевый фильтр забит. Узнать это, в принципе, просто. А, здесь, кстати, если у нас евро 5, евро 5, то эти данные по саже в граммах, они находятся в самом двигателе. Но если у нас евро 6, это отдельный блок мочевины, то мы отдельно заходим. И это должно быть в самом конце, по-моему. Вот, ДПФ, сажа в граммах, подтверждение. И, ну, чудо. О, 7,4. 7,4. То есть, можно сказать, максимум. Если сейчас, опять же, соберем все, если система позволит нам запустить и прожечь его, то мы это сделаем. Хуже не будет. Дело в том, что для того, чтобы прожить сажевый фильтр, есть необходимые условия. То есть, это температура двигателя, это нагрузка, чтобы работал климат-контроль, не было ошибок и так далее, то есть, все вещи. Так, все, здесь, в принципе, закончили. Еще момент. Сложилась такая ситуация, что на новых автомобилях корейцы пошли дальше, и все это, как бы, у всех есть и просто. И они решили, с кондиционером мы его будем заправлять. Смотрите, они изменили уже на урбанах под евро 6, на карнивалах новых, на палисадах. То есть, обычный разъем, обычная муфта, которая у нас служила нам 20-25 лет, сюда не подходит. То есть, мы не можем надеть. Для этого, вот, приобретаются вот такие разъемчики. То есть, эту сюда, а этот сюда. То есть, если станция заправки не имеет подобных переходников, то, скорее всего, вам они заправить не смогут. Еще момент. Фреон. Фреон у нас немного изменился. Они вроде бы как что-то очистили, вроде бы что-то сделали, но в целом, в целом ничего не изменилось. Фреон один и тот же. Остался 134-й. То есть, он, это как, знаете, как жидкость была. Дот-4, Дот-5. Да, у него есть изменения, есть свои моменты, но в целом, в общем, то есть, Фреон остался то же самое. Ну что, на самом деле, скучно вышло видео. То есть, я хотел прям, думал, найду что-то такое. Прям будет вау, но, увы. Найти я ничего не смог. Такого прям, чтобы где-то вот прям пополам сломалось. Поэтому, что, ну раз сложилась такая ситуация, то есть, будем на связи с клиентом, объясню ему тоже всю сложившую ситуацию, что вот сейчас все прекрасно, все работает, будем наблюдать. И при первых каких-то там моментах, если вдруг что-то появится, то сразу будем созваниваться, осматриваться. Также буду уже присматриваться к другим машинам. Даже буду стараться, если те, кто будут приезжать у нас на Урбане, обсуждать с ними этот вопрос. То есть, какой пробег, греется ли машина. То есть, буду сам смотреть. Может быть, уже что-то газит, может быть, что-то потекает. Ну вот, как-то так. Я говорю, я в целом бы, когда приезжает клиент, мы делаем диагностику, сделали опрессовку, туда-сюда. То есть, неважно, какая машина, разбираем, делаем дефектовку полностью всей системы охлаждения. То есть, ее проверяем, находим неисправность, не находим даже, все делаем, все как положено, и все отлично. Но здесь, как бы, вот именно клиент меня подтолкнул, что к тому, что якобы сейчас вот именно на просторах интернета это большая проблема, и люди вот как-то мучаются. Ну вот, в целом, как-то так. Не, ну, по термостату, я бы, конечно, если была бы возможность, я бы, наверное, поставил бы поменьше. Но, по моему опыту, мне кажется, 88 градусов, ну, многовато. Потому что на 88 он откроется, и только лишь на 90 у него будет рабочее. То есть, где-то еще примерно подымается на 2 градуса. Ну, 90, я думаю, многовато будет. Потому что, если отталкиваться от евро четвертого, то рабочая температура, то есть, вот у меня при диагностике они находятся, ну, 87 максимум. 87 это максимум, а в основном там 83, 85, вот так вот скачет. То есть, поэтому здесь тоже, кстати, при диагностике буду теперь следить за температурой. То есть, брать ее именно в даталист, выделять ее из пункта и следить, насколько греется, как греется. Ну, вот так вот. Ну, все, всем пока, до новых встреч, ждем. Субтитры создавал DimaTorzok